Итак, то, о чем мы говорили прежде, имеет право на последующее подтверждение о том, что сновидение не просто некие видеокартинки, которые возникают из ничего. Это обычно достаточно серьезные пакеты эмпирических данных, которыми следует научиться управлять. Не может быть осуществлен заказ сновидения без моральной окраски, огранки. Вот эта огранка и есть то, что делает сновидение либо реально полезным для психики, для предвидения неких своих поступков и действий в будущем, либо неким устрашающим поло, на котором играет по законам хоррор, ужаса, страха, деймос и фобос. Подсознание возникает и визуализируется. Можно, например, увидеть совершенно странные сновидения о погибших знакомых тебе людях. И при том, когда ты начинаешь сматриваться в то, что же это такое, то окажется, что это вполне нормальные спящие люди, но пропущенные через фильтры разбитых зеркал. Вот в этих фильтрах зеркал очень важно не потеряться. Очень важно иметь перед тем, как идти в местновидении, какие-то свои собственные моральные установки, допустимости, которые ты будешь позволять сам себе увидеть во сне. Если понимать, что это некая голограмма, которую ты пытаешься самопроизвольно прорисовать во времени и постранстве, то у этой голограммы должны быть свои правила возникновения и свои правила последующего восприятия, интерпретации того, что ты способен увидеть. Потому что если ты отпускаешь свое воображение во все тяжкие, без всяких моральных последствий, то можно и увидеть достаточно нелицеприятные вещи. Однажды у меня уже случился сон, соновическое такое прозрение, когда я увидал на берегу итальянской гигеры, целый ныне усопшую тетушку из Чикаго, которая пряталась там, прямо на побережье, на пирсе, надавившую на нее реальности, с какой-то совершенно непонятной белой сумкой плач, в которой были спрятаны какие-то ее тайны странные, которые я не хотел никого в жизни открывать, но которые она так и не сумела куда-то спрятать. Вот возомнилось мне дураку позвонить моему племяннику в Чикаго и сказать о том, что я видел этот клач, и описать его форму. Я, никогда не живший в Америке, все это позволил себе, этого совершенно не надо было делать. И тем самым я настолько испугал своего родственника, что он просто растворился, как растворимый кофе в американской реальности, и более о нем никто из наших родственников, не живущих в Киеве, не живущих в США, более не слыхал, не знал. Он не проявлялся более, хотя там остались его дети, уже которые прошли бы все возможные обряды, конформации, как по иудейскому, так и по католическому мироощущению, ведь жена у него была ирландская католичка. Но так получилось, что я нарушил главный закон вселенной, я не дал установок на какие-то границы видения, это раз, и не следовало передавать это видение человеку морально непогодовленному, это два. Возможно, там и было нечто, что могло произойти только между сыном и матерью, и это надо было каким-то образом трансформировать в некое пространственное, реальное ощущение, более мягким образом, а не говорить, например, вот я видал такой-то предмет, в этом предмете есть какой-то, ну если не криминал, то, по крайней мере, кормат на тот мир, в котором ты жил, с которого ты происходишь. Я ведь этого человека плохо знал, не знал, как это повлияет на его психику, но просто этот человек растворился и перестал быть доступным и мне, и моим многочисленным сестрам, которые сегодня по американской традиции, скорее кузинам, чем сестрам, живут в Америке и только поражаются. Как я неосмотрительно позволил себе такой разговор. Поэтому прежде всего програнируйте свои сны, во-вторых, давайте какие-то установочные рамки того, чтобы допозволительно видеть во сне, и в-третьих, никогда не наставите на то, что вы видели это все. Что вы видели, не касающиеся вас, вас, по сути, действительно не касается. Мир вашему дому, аж ты ландервелт, ваш был аж ты ландервелт. Субтитры создавал DimaTorzok